Всем привет, это Петя Плосков. Я сегодня снова буду говорить о школе. Так уж случилось, что самые волнующие меня истории приходят именно оттуда. Российская школа — это вообще рассадник боли. Сегодня поговорим о так называемом внешнем виде. За него борются учителя, и его нарушают школьники. А сколько раз я лично сталкивался с этим в свое время. Я сегодня не буду говорить о школьной форме, это все-таки тема для отдельного выпуска. Надо читать современные исследования и разбираться, насколько школьная форма вообще необходима. Сегодня я скорее хочу обсудить с вами прически, цвет волос, макияж, украшения. То, что помогает подростку выразить себя. Я расскажу о самых громких историях борьбы школьников за свою внешность. И объясню, почему закон не запрещает носить цветные волосы и любые прически. А если вам кто-то запретит, то вы не поверите, наш лучший друг — прокуратура. И даже если вы давно закончили школу, то для вас я расскажу, почему взрослым тоже приходится нелегко. Обязательно пишите в комментариях, как вы сражались за право выглядеть так, как хочется. И обязательно поставьте лайк, и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А то ради кого тут я стараюсь. Поехали. Где-то месяц назад я выложил у себя в сториз вот эту новость. В иркутской школе устроили скандалы из-за шестиклассника Матвея с вот такой вот прической. Ее называют «хвост самурая». Прическа как прическа, просто хвост, собранный сзади. Но педагоги просто сошли с ума, не пустили мальчика на уроки, заставили его просидеть весь день в кабинете психолога, пока не приехала мама. Ее тоже отругали и предложили сменить школу. И это, прикиньте, из-за несчастного хвостика. Но вот что меня просто убило. Это цитата из статьи на Меле. Ребенок нагнулся к маме и спросил, кто такие транссексуалы. Мама уточнила, почему он интересуется, и Матвей ответил, что приходил мужчина и спросил, «Ты что, транссексуал? Мужики так не ходят». В этой и подобных историях будет много гомофобных комментариев в отношении детей. Эти люди даже понятия не имеют, кто такие транссексуалы, почему это ни в коем случае не оскорбительное слово, и вообще нет никакой связи между внешностью человека и его гендером. Просто в погоне за нравственностью, якобы безопасностью детей, эти слова используют только в негативном контексте. И это ужасно. Мама Матвея обратилась к журналистам, и все принялись обсуждать прическу. Есть такой депутат Госдумы Сергей Тен. Он как раз учился в той школе, в которой детям о транссексуалах рассказывают. Так вот, Тен написал пост, типа, «Все правильно в школе сделали, нечего нарушать традиции и правила». Еще добавил философскую цитату. «Ты можешь самовыражаться до тех пор, пока не затрагиваешь интересы окружающих тебя людей и общества». Вот это прекол. Только я понять не могу, каким образом хвостик на голове у шестиклассника задел интересы других детей и учителей. Кстати, хочу вам коммент почитать, там огонь. Сначала из лагеря консерваторов. «Объясните, что самурай — это не хвостик, мужик — это совсем другое. Самовыражаться лучше высокими показателями в учебе и спортивными достижениями. Раньше жёстче ведь было. И ничего не раздували таких скандалов, нас тоже ругали, могли перед всем классом отчитать». Я просто обожаю такие комменты в духе «Раньше вообще рожали в стогу и ничего, как-то выжили». А теперь, на мой взгляд, более адекватные комментарии. Ну, например, ответ тем, кто так любит писать, как было раньше. В советское время нормой было гнобить и выгонять из класса не только за неправильную прическу, но и бить учебником по голове, обзывать дебилами и так далее. Вы считаете, что эти традиции тоже надо беречь и гордиться? Как стрижка демонстрирует неуважение? Толпа взрослых травит ребёнка, как не стыдно. А вот гениальная. Господа, а вы видели фото мальчика? Прекрасная аккуратная стрижка, нет никаких нарушений. Вы видели портреты классиков русской литературы вообще? Блин, ну вы правда посмотрите на то, как выглядят Толстой и Некрасов, а у Гоголя какая модная чёлка. Да их бы на порог школы не пустили. Вообще, судя по новостям, вот хвосты на голове парней прям вызывают какое-то нездоровое возбуждение у взрослых. Два года назад в Красноярском крае произошла точно такая же история. Учителям не понравился хвостик у школьника Прохора. Смотрите, у мальчишек прически прям очень похожи. Вообще Прохор так подстригся, потому что был фанатом футболиста Златана Ибрагимовича. Он тоже носит хвост. Когда Прохор пришёл в школу, на него набросилась завуч. Родителям сказало, что мальчика надо перевести на домашнее обучение. А самому ребёнку показалось статью под названием «Зачем современные мужчины носят эти ужасные хипстерские пучки?» В статье, на секундочку, есть такая вот цитата. Можно рассматривать мужской пучок как последний этап в серии гендерного переопределения, так как мужчины теперь носят то, что традиционно рассматривалось как элемент женского стиля. Полный кринж. То есть в одной школе ребёнка называют транссексуалом без причины, а второму объясняют, что он на последнем этапе прости господи гендерного переопределения. И это только из-за хвостика на голове. Люди из прошлого века, которые ничего не смысят в гендере, в проблемах самоопределения, в этике набрасываются. У меня тут кошка пришла. Продолжаем, извините, ради бога. Люди из прошлого века, которые ничего не смысят в гендере, в проблемах самоопределения, в этике, набрасываются на детей и запихивают им в голову свои странные установки. Это что, современные педагоги? Это люди, которые якобы учили психологию? Слава богу, есть адекватные. Интернет. За Прохора вступили с блогера, а потом и футболисты. Посты в его поддержку появились на официальных аккаунтах, а футболист Алексей Смертин пригласил мальчика на матч в Москве. Прохор, я тоже из Сибири. И всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики по всему миру. Мы должны поддержать Прохора. Дорогой Прохор, ЮФЛ – это лига для смелых и сильных футболистов. На самом деле ты тоже дебютируешь в ней. Все мир, футбол и длинные волосы. Вот еще и жуткого. Парень опубликовал фото своего уха, из которого директор по-настоящему выдрал тоннель. Перед этим сначала обозвал ПИТ. Директор сказал, что школьник повредил ухо, когда сам снимал тоннель. И добавил, мальчик должен быть мальчиком. Серега в ухе – это же не по-мужски. А вот, например, целый класс на линейке обозвали детьми вампиров. Дети вампиров и в долгу не остались. И записали эти оскорбления на аудио. Проблемы с внешним видом школьников, конечно же, есть не только в России. В Штатах 7-летней девочке с пышной кудрявой прической учительница сама подстригла челку. За такое унижение родители подали иск и потребовали компенсацию в 1 миллион долларов. Год назад известная ведущая Елен подарила 20 тысяч долларов старшекласснику, которого выгнали из школы за дреды. При этом его одноклассницы спокойно ходили с длинными волосами. А вот парню это было непозволительно. Ну, в общем, вы поняли, борьба за право носить на голове что тебе угодно идет повсюду. Но мы живем в России, и у нас, мне кажется, все это усугубляется советским прошлым. Тогда под запретом было абсолютно все. Длинные прически у парней состричь, макияж и накрашенные ногти смыть. Но мы ведь давно уже не в Советском Союзе. Тогда была уравниловка. Сегодняшние дети хотят быть разными, и это абсолютно нормально. Это ценность быть не таким, как все, и отстаивать свою индивидуальность. Поэтому это положительно скажется на самоопределении, психическом здоровье, развитию творческих способностей и даже успеваемости. А вот что об этом говорят сами психологи. Чем плохи запреты? Первое. Запретный плод сладок. Мы все это знаем. И когда мы что-то запрещаем, мы лишь усиливаем желание ребенка это осуществить. Порой достаточно спокойно обсудить, для чего ребенку это нужно, чтобы вообще снять проблему. Второе. Запрещая что-то, ну как сказать, безобидное, мы можем получить другие формы протестного поведения, гораздо более неприятные и опасные. И третье. Если ребенок принимает правила игры, становится послушным, удобным и так далее, это на самом деле очень негативно сказывается на развитии личности. Впоследствии это проблемы с самооценкой, со страхом показать себя миру, со страхом заявить о себе, со страхом, как сказать, председовать на определенный уровень жизни и так далее. То есть это очень большое количество комплексов. Года три назад в Перми произошла очень громкая история. Двух девочек с цветными волосами отстранили от уроков. Одна из них Зина с розовыми волосами, дочка местной депутатки. И тут вы такие, угу, депутат дала всем взяток и от дочери отстали. А вот и нет. Мама написала заявление в местную прокуратуру. Там вынесли вердикт. Это отстранение незаконно. Потом еще и разбирались в суде. Школу и директрису оштрафовали. И теперь самое невероятное, что я обнаружил, пока я изучал все эти истории борьбы за внешность. Школьные уставы, в которых написано, что детям нельзя носить яркие прически или макияж, полная херня. Вообще помните, что такое школьный устав? Это такой документ, в котором описаны правила школы. То в числе и то, как дети должны выглядеть. Я тут нашел подборку цитат из школьных уставов на меле, как они видят свой дресс-код. Там есть вот такие указания про цвета. Ярко-красный, ярко-желтый, ярко-зеленый, ярко-оранжевый и им подобные не соответствуют требованиям санпина и могут вызвать психологическое утомление. Так что если вы одеты в яркие цвета, не подходите ко мне, вы меня утомляете. И вообще, как пишут в этом же школьном уставе, школа это не место для демонстрации дизайнерских изысков и экстравагантных идей. Медуза, это издание, признанное иностранным агентом, как-то попросила прислать читателей, чего им нельзя в их школах. Ну и там по классике. Волосы яркие, волосы распущенные, волосы длинные для мальчиков, дреды, ракезы и другие странные прически. Бороды, яркий маникюр, макияж, сережки и тоннели и даже фенечки. Это все пишут в школьных уставах. Но, внимание, школа не имеет права такие правила устанавливать. Есть закон об образовании. Там написано, что школа может прописать, как должна выглядеть одежда. На это у нее есть все полномочия. Но в законе нет ни слова о цвете волос, о проколотых ушах, татуировках и макияже. То есть школа имеет право контролировать только одежду учеников. И поэтому наказывать за хвостик на голове учителя вообще не имеют никакого права. Отстранять ученика от занятий нельзя. Это нарушает конституционное право на получение образования. А если его отправят домой, то это нарушение закона об образовании. Ребенка вообще нельзя отпускать одного из школы. И тем более нельзя унижать ребенка за то, как он выглядит. Если школа оказывает психологическое давление, то можно идти в прокуратуру или жаловаться в местные департаменты образования. Самое крутое, что прокуратура, как правило, встает на сторону детей. Не верите? Смотрите. Карелия. Прокуратура обнаружила, что в некоторых школах детей заставляли ходить только в белых блузках и сорочках. Указывали размеры сумок и каблуков. Устанавливали требования к макияжу, маникюру и волосам. Протест. Так, должен сказать сразу, что такое протест. Протест — это акт, документ, который прокуратура направляет в школу, чтобы она немедленно исправила ситуацию. И школы обязаны этому подчиниться и убрать из своих уставов все эти тупые требования по внешнему виду. Иначе будет суд, ну и серьезные санкции. Теперь, когда вы знаете, что такое протест, продолжим. Республика Татарстан. В одной из школ запретили ходить с прическами панкой ноль. Мальчикам нельзя носить ободки для волос и хвосты. Девочкам — яркий маникюр с рисунком и стразами. Всем запрещены массивные броши, персни и другие украшения. Протест. Новосибирская область. В местном колледже запрещали носить усы, бороду, татуировки и пирсинг. Снова протест. И вот еще полный трэш. В Пермском крае в одной из школ даже прописали, каким должен быть запах внимания дезодоранта и духов. То есть реально школа подумала, что может контролировать, как пахнут ее ученики. Интересно, как они это проверяли? Обнюхивали их на входе? Тут точно протест. Но самую большую победу одержали пермские школьники. Им разрешили вообще все. Пермский департамент образования написал документ для всех школ, где потребовал. Вы должны только рекомендовать, но не запрещать. Это власти сделали после той самой истории с девочкой с розовыми волосами. Ее мама-депутат Надежда Агишева пошла до конца. Ее поддержала прокуратура и суд. И так пермские ученики получили свободу. Надежда, если вдруг вам покажут это видео, знайте, вы просто прелесть. И пермские школьники никогда вас не забудут. Но на этом история с розовыми волосами не закончилась. Совсем недавно на Надежду написали заявление в полицию. Кстати, полагаю, что это связано с ее активной гражданской позицией. Она выложила в инстаграме, как ее четырехлетний внук стоит в женских сапогах. И все вокруг по-доброму смеются. Некий Максим посчитал, что это пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних. Сама Надежда написала об этом пост и выложила фото своего внука в женской шапке. Назло всем защитникам традиционных ценностей. Я не берусь судить о том, насколько она хороший депутат. Этого просто не знаю. Но меня бесят такие абсурдные наезды на людей. Кто из детей не примерял на себя взрослую одежду родителей? У меня стать тоже было. Как это вообще можно привязать к пропаганде ЛГБТ? Что за чушь? Я понимаю, что у нас тренд на псевдопатриотизм, но яркие волосы, нестандартная одежда, тату и пирсинг уже давно перестали быть чем-то странным и пугающим. Вы все точно видели наших пенсионерок с баклажановыми волосами. Им почему-то не сдают вопросов. А могли бы не пускать в ЖКХ, например. А вот эта гениальная женщина, бывшая сенатор Валентина Петренко. Почему ее никто не спросил об уместности такой прически? Ну а с макияжем у нее все хорошо? Между тем у нас все еще сохраняется дискриминация по внешнему виду. Я просто загуглил яркие волосы «работа». Тут же интернет выдает десятки историй о том, как людей увольняли за их волосы. Маркетолог с красными волосами не могла найти работу. Менеджеру с выбритой головой отказали, потому что искали девушку с презентабельной внешностью. Юристу с фиолетовой прической вообще пришлось поменять профессию. Есть, конечно, и хорошие истории. Кому-то повезло, что рядом есть молодые и понимающие коллеги. А у кого-то клиенты на встречах спрашивают про синие волосы. Ну и это помогает выйти на личный контакт. И вот еще хорошее. Работодатели стали терпимее относиться к татуировкам. Я прочел исследование от Superjob. И там пишут, что отказов из-за тату всего 10%. Хотя отрицательно к татуировкам относятся почти половина из запрошенных людей. Но ведь все равно важно, чтобы такой дискриминации не было вообще. Калифорния еще в 2019 году стала первым штатом без дискриминации по волосам. Там был принят целый закон. У нас, по идее, тоже нет закона, который запрещает брать на работу людей с яркой внешностью. Но компании прописывают свой дресс-код, и это уже не школьный устав. Все решает сам работодатель. И да, наверное, в нашей стране есть другие более важные проблемы, чем права людей с цветными волосами. Но мне что-то подсказывает, что если наше общество станет ярким, разнообразным, то это научит нас терпимости принятию других. А теперь не о работе. Еще одна адская история. Я думаю, вы слышали о матери из Дагестана Нине Царетиловой. Ее бывший муж похитил трех детей. Она подала в суд, но ей отказали. И знаете почему? Ее образ жизни назвали аморальным. У Нины короткая стрижка, розовые волосы, пирсинг и татуировки с датами рождения своих детей. Нина не сдалась. Тем более журналисты и общество встали на ее сторону. С каких пор за розовые волосы женщину называют аморальные? Ей удалось вернуть детей, но тревога остается. Сейчас мы с детьми, мы устали. Нам предстоит долгая реабилитация, психологическая помощь. И я не уверена в своей безопасности, потому что я не знаю, что та сторона будет еще делать. Очень легко сказать, на Кавказе все немного по-другому. Но так быть не должно нигде. К тому же, когда муж Нины увез детей в Чечню, именно чеченские приставы помогли вернуть их к матери. И, к счастью, они понимали, на чьей стороне правда, и никакие татуировки и стрижки не имеют значения. Потому так важно помогать таким людям, как Нина. Тем, кто столкнулся с предубеждениями и стереотипами. Какая-нибудь старая учительница скривилась и процитировала Чехова. В человеке должно быть прекрасно все. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Я с этим, конечно, полностью согласен. Но только мне кажется, что розовые волосы, смешные татуировки, проколотые брови и сосочки, например. Яркие аксессуары. Это все аху... И никак не влияет на душу. Среди кучи блогов я нашел очень классный пост от преподавательницы Яны Гординой. Она рассказывает о том, как работала в 90-е. Тогда дети приходили на уроки в одежде секонд-хенда. Без сменки, потому что просто другого обуви не было. Все одевались и выглядели, как попало. И вот цитата. И никому дела не было, сколько косметики лежит на моське у Юльки, которая пишет стихи и говорит совершенно гениальные вещи на уроке. Но это же такая банальность, такая очевидность. Главное не снаружи, главное внутри. Мне очень жаль ту нашу школу, школу свободы, доверия, любви и надежды. Она, эта школа, умерла. Задушили управленца. А мы ее не спасли. Давайте спасем школу. Мы имеем на это право. Мой будущий ребенок должен самовыражаться так, как ему захочется. С вами был Петя Плосков. Делайте со своей внешностью все, что вы захотите, не оборачиваясь на долб... Пока. А вообще это суперджоп, да, должен быть? Русская. Суперджоп. Хорошо. Суперджоп спешит на помощь. Я прочел... Сука. Чип-чип-чип-чип-чип-дэйл. К вам спешат. Чип-чип-чип-чип-чип-дэйл. Лучше всех. Они спешат на суперджоп. Их ждут. Суперджоп. 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 Супер. Бля... Зупер. Это уже немецкий пошел.